Дедукция 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 После этого на противогазе обнаруживают серийный номер, проставленный специальным невидимым маркером. Серийный номер зарегистрирован на школу, в которой работает Уолтер. В ходе проверки химического оборудования в школе обнаруживается, что не хватает еще одного противогаза. Есть еще респираторы? Нет, потому что я насчитал 6, а в списке значится 8. Что подтверждает, что поваров двое, а также недостает некоторого химического оборудования, которое можно использовать для варки м... Стекляшки как-то не очень сгруппированные. Да, да. Недостает пары колб Марлен Майера, как минимум. Дружище, последнее, что я хочу, это добавить тебе неприятностей. Но какие-то укурки тут ништячно затарились для готовки мета, ясно? Тебе нужно получше следить за своей территорией. Хорошо. И это пока что все улики, которые удалось собрать Хэнку к концу первого сезона. Я понимаю, что это может быть всего лишь совпадением, но на месте Хэнка я бы хорошенько присмотрелся к Уолтуру. И пусть он родственник, но все же есть несколько интересных моментов. Ключи к складу химического оборудования и реактивов есть. И у кого есть ключи? Факультет естественных наук, техперсонал, карман, у завуча есть, у директора и у меня. Первое. У факультета естественных наук. Факультет естественных наук включает в себя химию, физику, биологию и геологию. То есть ключи, скорее всего, у преподавателей этих дисциплин. Учитель геологии вряд ли способен приготовить качественные химию, как и учитель физики. А вот учитель биологии, может быть, что-то и смыслит в этом. Ведь химию это органическое вещество. А еще больше в этом смыслит учитель химии, которым является Уолтер. Кстати, Уолтер в прошлом исследовал кристаллы, которыми как раз таки являются незаконная форма миги. Второе. Ключи также есть у технического персонала. Хьюга задержали, проверили и нашли немного травы в бардачке. А еще его из-за этого уволили. Но он не был причастен к варке мига. Третье. Ключи есть еще у Кармен. Кармен, я предполагаю, секретарь директора. Четвертое. Ключи также есть у Зауча. И раз Уолтер назвал Зауча и Карен отдельно, значит Карен, скорее всего, действительно является секретарем. Пятое. Разумеется, у директора есть все ключи от школы. И я не думаю, что директор школы заинтересован в том, чтобы из школы под его присмотром пропадало различное оборудование. Да и если бы ему нужны были деньги, он нашел бы другой способ их получить, используя свое положение. Например, сбор денег на занавески или ремонт школы. Шестое. Ну и, собственно, у самого Уолтера также есть ключи от склада. И сам Уолтер входит в блок факультета естественных наук. Значит, уборщика Кьюгу уволили из-за того, что в свободное от работы время он покуривал траву? При этом он даже не был преподавателем. И с учениками, можно сказать, почти не контактировал. А вот Уолтер не уследил за оборудованием, с помощью которого варили еб... И все норм. Пускай этот тип дальше работает у нас в школе. Я думаю, что в обязанности Уолтера входило учет и уход за химическим оборудованием. И я понимаю, Уолтеру можно было бы просить, если он сам бы обнаружил пропажу и сообщил бы об этом администрации. Но ведь они узнали о пропаже только тогда, когда в школу пришел агент Убен и сказал... Вот ваш противогаз. Он найден на месте преступления, где варили еб... Пропадало ли у вас еще оборудование? Не знаете? Давайте проверим. Я понимаю, за колбами уследить очень сложно, когда их, например, 20 и пропало 2 штуки. А вот противогазов всего 8 и когда пропадет хотя бы 2, это точно станет заметным. То есть я хочу сказать, что Уолтер плохо соблюдал свои должностные обязанности и его за это не уволили. С одной стороны, Уолтер родственник, и поэтому Хэнк не стал подозревать его. Но с другой стороны, если бы Уолтер не был бы родственником Хэнка, он бы стал бы подозревать учителя химии, у которого пропало оборудование, с помощью которого можно готовить... И учитель даже не сообщил о пропаже. То есть смотрите, Уолтер учитель химии, который в прошлом изучал кристаллы. 99% нет может приготовить только хороший химик. У Уолтера пропало химическое оборудование, с помощью которого можно варить... А также был найден противогаз, фильтр которого был обнаружен 99%... А значит, скорее всего, и пропавшее оборудование также использовалось для варки того самого м... Уолтер болен раком, а лечение требует больших денег. Незадолго до появления чистейшего м... Уолтер интересовался, сколько зарабатывают на готовке. Ну хорошо, этот пункт можно не учитывать, так как Хэнк просто мог забыть про это или даже не обратить на это внимание. Но Уолтер проявил интерес к лаборатории, в которой готовили м... Кстати, именно в той, в которой был задержан пропавший Эмилию. И об этом Хэнк вряд ли бы забыл. Ну как можно забыть про задержание варщиков м... При котором впервые присутствовала своя... Ну хорошо, пока что у Хэнка нет причин думать на Уолтера. Пока что. Но даже сейчас это выглядит как-то странно. Слишком много совпадений. Дальше Хэнку приносят видеозапись с камер наблюдения. Которая засняла, как двое украли целую бочку метиламина. Все бы ничего, но только вот они взломали замок с помощью термита. А из метиламина можно также получить м... Псевдоэфедрин достать сложнее, чем украсть целую бочку метиламина. И пока что нет никакой связи с предыдущим делом. Но я помещу этот эпизод на ту же самую доску расследования. Так как в будущем взаимосвязь появится. Хотя Хэнк обращает внимание на термит. И делает вывод, что эти двое шарят в химии. Дальше Хэнк приходит домой к Скайлер. И просит ее помириться с ее женой Марией. Я не буду делать акцент на события, которые не касаются нашего расследования. В ходе разговора со Скайлер открывается еще подробности про Уолтера. В последнее время он постоянно куда-то пропадает. Позже полиция находит два тела. Гонза и Ноудоса. Или Ноудоза. Но не в этом суть. Эти двое работали на Туко Саламанко, который связан с *** картелем. И если Гонза погиб от потери крови из-за несчастного случая. То вот Ноудоса избили до смерти. И на его теле был найден кровавый отпечаток Тука. На Туко объявляет план перехвата. Но ему удается сбежать и скрыться. Дальше Скайлер сообщает Хэнку, что Уолтера пропал. Вечером ему кто-то позвонил на телефон. И он ушел из дома и больше не вернулся. Хэнк пытался узнать, кто ему мог позвонить. Но оказывается, что либо ему никто не звонил. Либо у Уолтера есть второй телефон. Хэнку также становится известно, что Уолтер покупал травку у Джесси Пинкмана. Я знаю, что это не так. Но, по крайней мере, так думает Скайлер и Хэнк. Хэнк пытается найти Джесси, но Джесси также куда-то пропал. Хэнк узнает, что на Джесси был зарегистрирован автомобиль, на котором стоял GPS-трекер. Отследив сигнал с GPS-трекера, Хэнку удалось найти автомобиль Джесси, а также Тука Саламанка, который чуть позже был им застрелен. Исходя из полученной информации, в Тука кто-то стрелял. Но на момент приезда Хэнка ему удалось скрыться. В доме Тука был парализованный Гектор Саламанка. В автомобиле Джесси была найдена сумка с кэшем. А также у Тука дома был обнаружен чистый голубой ***, что говорит о том, что смерть Доминго и Тука взаимосвязаны. А также те двое, которые украли с завода почку метиламина и есть повара. Или те, кто работает на этих поваров, которые приготовили чистый ***. А еще они были связаны с Доминго. Хэнк подозревает, что в этом как-то замешан Джесси, но ему не удается ничего доказать, так как подружка Джесси крепкий орешек и обеспечила ему алиби, в который, конечно же, Хэнк не верит. Но в суде этого будет достаточно, чтобы адвокат мог развалить его дело. Хэнк приводит Гектора на опознание, но он не идет на сотрудничество с полицией. По Гектору видно, что он терпеть не может Джесси. Правда, его ненависть Хэнк не замечает. Итак, Хэнк. После гибели Тука голубого *** стало меньше, но окончательно он не пропал. Исходя из этого можно сделать вывод, что Тука был тем, кто сбывал ***. Также повар называет себя Хазенберг. Я не думаю, что УБН сотрудничает с отделами УБН из других штатов, но по своему штату Нью-Мексико у них должна быть информация, что чистый *** изначально появился в Альбукерке. Из чего можно было бы сделать вывод, что повар, готовящий этот *** находится в Альбукерке. И исходя из качества *** можно сделать вывод, что его приготовил высококлассный химик. То есть, по сути, можно пройтись по колледжам с химическими кафедрами и просмотреть досье всех учащихся, и взять учеников с хорошими оценками на карандаш. Думаю, что у полиции также есть возможность узнать всех людей с химическим образованием, проживающих в Нью-Мексико, и в особенности в Альбукерке. Да даже если нет такой возможности, можно просто посмотреть все улики, которые известны на данный момент. Итак, пропал Томинго, в автомобиле которого был найден чистый ***. Хэнком был застрелен Тука, у которого был также найден чистый ***. Рядом с Тука находился автомобиль Джесси Пинкмана. И кто-то выстрелил в живот Тука. Незадолго до появления голубого *** была украдена бочка метиламина, но не осталось стариков, которые умели бы варить старый байкерский ***. У Уолтера со склада пропало химическое оборудование. Попасть на склад с этим оборудованием без ключа невозможно. Уолтер химик, изучавший в молодости кристаллы. В теории он бы мог приготовить ***. Предположим, Уолтер болен раком, и поэтому ему требуются деньги на лечение. Со слов Скайлер, он начал часто куда-то пропадать. И он вполне может приготовить чистый ***. Но если мы предположим, что Уолтер действительно начал варить ***, тогда ему нужно найти того, кто будет сбывать его. К кому же он может обратиться? Скорее всего к тому, с кем Уолтер знаком. Уолтер знаком с Джесси Пинкманом, который в свою очередь находится где-то около *** тусовки. К тому же автомобиль Джесси был обнаружен возле Тука Саламанка. А Тука был тем, на кого работали дилеры сбывающие ***. К тому же у Тука был найден тот самый чистый ***. А в автомобиле Джесси была найдена сумка с деньгами. Можно предположить, что Джесси приехал на сделку с Тука. Но они чего-то не поделили, и Джесси выстрелил в Тука и сбежал. Рана была свежая и необработанная. Значит, кто бы это ни был, он стрелял в Тука сразу перед приездом Хэнка. А иначе бы Тука как минимум обработал бы рану и попытался бы остановить кровь. Когда на Тука выдали ордер на арест, он успел сбежать и просто пропал. Так же, как и Джесси. И Джесси, и Тука пропали одновременно. И в тот же момент Волтер тоже куда-то пропал. А незадолго до того, как пропасть, Волтеру кто-то звонил на телефон. И сослал в скалер, Волтер был взволнован. А после звонка ушел и пропал. И на следующий день, Хэнк пытаясь найти Волта, находит Тука, который был ранен в живот. Когда полицейские проводят расследование, они рассматривают все возможные версии. В том числе, рассматривают в качестве подозреваемых родственников жертвы. А тут слишком много совпадений. У Волтера пропало химическое оборудование, с помощью которого можно готовить мед. Волтер держал связь с Джесси Пинкманом, автомобиль которого был обнаружен возле Тука. В автомобиле была обнаружена сумка с деньгами. А у Тука тот самый чистый мед, который впервые был обнаружен на другом месте преступления, где был обнаружен противогаз, украденный со склада Волтера. Вопрос, для чего Волтеру встречаться с непутем Джесси? Я понимаю, что именно сейчас пока что весомых причин подозревать Волта нет. Но как минимум, можно сделать предположение, что Волтер что-то скрывает. Например, Волтер обнаружил пропажу оборудования и понял, что это был Джесси. А поэтому с ним встретился, чтобы его уговорить вернуть оборудование обратно. Потому что он не хотел сообщать в полицию о Джесси. Но Джесси самостоятельно вряд ли бы смог приготовить подобный чистый п***. Да и это не объясняет, почему Волтер начал куда-то пропадать. И почему у Волтера второй телефон. Хэнк конечно не живет с Волтером, но зато с Волтером живет Скайлер, которая сразу заметила, что Волтер начал куда-то пропадать. А еще тот самый чистый п*** появился на улицах плюс-минус одновременно с тем, как Волтеру диагностировали рак и он начал куда-то пропадать. И у Волтера пропало химическое оборудование. Ну то есть я хочу сказать, что Волтер в любом случае должен был быть подозреваемым. Немного погодя, полицейские задерживают некого Брэндона Мэтью, по и кличке Барсук, который распространял тот самый идеально чистый п***. Он соглашается на сделку с полицией и якобы сдает самого Хайзенберга. Только вот во-первых, при задержании Хайзенберг сразу же сел на колени и убрал руки за голову, как будто ожидал, что его задержат. Это если что можно заметить, пересмотрев видеофиксацию с задержания. Во-вторых, после его задержания м*** с улицы никуда не пропал, что скорее всего говорит о том, что это не Хайзенберг. В-третьих, этот чел, который якобы Хайзенберг, большую часть своей жизни провел в тюрмах из-за различных преступлений. Вопрос, где он мог обучиться химии, чтобы готовить идеально чистый мед? Ну знаете, Хэнку известны слухи про некого Хайзенберга, но неизвестны слухи про некого Пинкмана, который размажил голову челу, который ограбил одного из его дилеров. А еще этот Пинкман торгует тем самым чистым м***. Вопрос, почему Хэнк знает про Хайзенберга, но не знает про Пинкмана? А какой-то бакер знает Пинкмана в лицо. Неужели у Хэнка закончились информаторы? Ведь у каждого полицейского есть по несколько информаторов, которые им передают новости и слухи с улиц. Смотрите, есть некий Хайзенберг, который готовит чистый м***. Есть некий Пинкман, который распространяет этот м*** на улице. Не важно, правда ли это, что он раздавил голову банкоматом челу, который ограбил одного из его ребят, или нет. Важно то, что это приписывают Пинкману. Пинкман появился после смерти Тука и пропажи Доминго. Следовательно, Пинкман был заинтересован в устранении своих конкурентов, которыми как раз таки являлись и Тука, и Доминго. И возле Тука, в которого кто-то стрелял, был найден автомобиль, зарегистрированный на Джесси Пинкмана. Может ли быть, что тот самый Пинкман, это Джесси Пинкман? Не слишком ли много совпадений? А Уолтер поддерживает связь с Джесси Пинкманом, который, скорее всего, как-то связан с распространением того самого 99% м***а. У Уолтера есть второй телефон, по которому он, скорее всего, и общается с Джесси. Еще у Уолтера есть ключи от склада, с которого пропало химическое оборудование, участвовавшее в готовке этого самого м***а. А еще у Уолтера есть познания в химии, которые помогли бы ему приготовить очень чистый м***, который, как минимум, по качеству был бы близок к тому самому 99% м***у. А еще Уолтер очень часто куда-то пропадает. Не достаточно ли совпадений, чтобы Уолтер стал подозреваемым, даже несмотря на то, что он свой, как Хэнка? Ну или хотя бы для того, чтобы Уолтера тщательно проверили, и исключили бы его причастность к делу о пропаже химического оборудования с его склада. Дальше ничего интересного не происходит вплоть до убийства Комбо. Итак, от смерти Комбо становится известно Хэнку, после чего Хэнк проводит небольшое собрание, на котором говорит, что после смерти Комбо Голубой п*** пропал с улицы Нью-Мексико, но стал появляться в Соединенных Штатах, что говорит о том, что некий Хайзенберг расширяет свою империю. И Хэнк верит в то, что Хайзенберг остался на свободе, а тот тип, которого поймала полиция, сел за деньги. Дальше Скайлер выгоняет Уолта из дома, что говорит о их конфликте. И сам Хэнк наблюдал, что Уолт изменился, когда он, например, заставлял своего сына пить алкоголь. Или когда забирал Уолта из полицейского участка. Если Скайлер выгоняет Уолта из дома, значит что-то с Уолтом происходит. И Скайлер уже сообщала, что Уолт куда-то пропадает. Даже самому Хэнку приходилось искать Уолта. Вопрос, куда Уолт может пропадать. И тот момент, когда Скайлер догадывается, что Уолт наркоторговец намного раньше, чем Хэнк. Она просто сложила 2 полу плюс 2 и получила результат. Уолтер общается с Джесси Пинкманом, у него появились деньги на лечение. Значит, Уолт наркоторговец. И отчасти она оказалась права. Почему Хэнк вообще вычеркнул Уолта из уравнения? А потом удивляется, почему у него не получается найти взаимосвязь. Хотя на самом деле у Скайлер было преимущество, так как она живет с Уолтом на постоянной основе. Когда Хэнк лишь частый гость в их доме. Но Скайлер сама провела расследование и начала подозревать Уолта. Так как у Уолта взялась большая сумма денег на его лечение. А вот Хэнк не знал некоторых подробностей. Но Хэнк работник полиции и сразу как на Уолта пало подозрение, он должен был рассмотреть все возможные варианты. В том числе, где Уолт сам готовит. И по результатам расследования исключить его из списка подозреваемых или нет. Ведь Уолт тот человек, который может приготовить высококачественный миг благодаря своему образованию. Да еще у него оборудование пропало. А еще он болен раком и ему нечего терять. Хэнк, тебе стоит обратить внимание на Уолта. Ведь Скайлер не просто так выгоняет его из дома. Это как минимум говорит о том, что он не белый и пушистый, как думаешь ты. А раз тебе неизвестна причина, по которой Скайлер выгнала Уолта из дома, значит ты плохо знаешь своего свояка. И ему есть что скрывать от тебя. Даже Морис с большим подозрением смотрит на Уолта, чем ты. Где твой профессионализм, Хэнк? Я все понял в тот день, когда узнал про второй мобильник. Поверь мне, я такое видел сотни раз. Ладно. Хорошо. Если бы он ей изменил, она бы мне уже все рассказала. Мне кажется, здесь нечто большее. Мэри Дейл говорит, тут не просто измена, а что-то большее. Подумай, с кем Уолт мог общаться в последнее время. Или что с ним в последнее время происходило. Например, Уолт общался с Джесси. А еще у него украли колбы и противогазы, которые участвовали в варке чистого х**а. Возьми и пересмотри все улики по делу о голубом мете. Можешь что-нибудь новое сможешь найти. Позадавай себе вопросы по делу. Сделай наконец мозговой штурм. Я все понял в тот день, когда узнал про второй мобильник. Поверь мне, я такое видел сотни раз. Слушай, такой парень как Уолт, хороший парень, достойный, умный. Ну, ты понимаешь, давай на чистоту. Неудачная карьера, жизнь в тупике. У него рак, время убегает, кризис среднего возраста. А он начинает действовать, переходит черту. Например, почему Уолт оказался на месте, где вы пытались сдержать Хайзенберга и помешал вам. Я знаю, что это совпадение, но не слишком ли много совпадений происходит с Уолтом в последнее время, когда Уолту поставили диагноз 40 легких. И когда на улицах появился чистый н***. Ну, в общем, ладно. Дальше ничего интересного не происходит. Пока Джесси не допускает ошибку, расплатившись за бензин метом. После чего голубой мет всплывает у одного наркоши, который выводит Хэнка на заправку и работницу этой заправки, которая и получила этот м*** от Джесси вместо денег за бензин. Она рассказывает, как все было, и сообщает, что тот, кто дал ей этот мет, ездил в доме на колесах. Хэнк осматривает заправку и обнаруживает банкомат. С камеры банкомата они получили картинку этого дома на колесах. Хэнк подмечает подвеску этого дома на колесах. Видите, как высоко приводнята машина? Я о том, что из фургона вынесено все и разобрано до основания. Для чего? Ну, то есть он выше, чем обычные дома на колесах этой модели, и это означает, что из этого дома на колесах сняли все, что только можно было. Но для чего? Наверное, для того, чтобы сделать из него лабораторию на колесах. Но на камеру с банкомата номер фургона не попал, так как спереди номер отсутствовал. Номеров не видно. Но факт того, что спереди нет номеров, говорит мне, что он, вероятно, зарегистрирован в Нью-Мексико. А это значит, что дом на колесах зарегистрирован в штате Нью-Мексико, собственно, где они и находятся. Хэнк проверил все дома на колесах, зарегистрированные в Альбукерке, и вышел на один дом, чья регистрация не была продлена. В общем, фургон был зарегистрирован на мать комбо, которого застрелили несколько месяцев назад, и он был связан с глупым мебом. Хэнк, осмотрев комнату комбо, находит его совместное фото с Джесси Пинкманом. А вот если бы Хэнк следил бы за слухами на улице, то знал бы, что несколько месяцев назад, еще до смерти комбо, некий Пинкман размножил голову банкоматом Челу, который ограбил одного из его дилеров. И тогда бы вообще все сошлось бы в единую картину. Почему Хэнк, помешаный на этом деле о глупом мебе, настолько сильно помешан, что отказывается от своего повышения и поездки в Альпасо? Хотя он и так не собирался туда ехать снова, после того, что случилось с Тартугой. Хэнк прям одержим этим делом, но не следит за слухами с улиц. А как же информаторы? В итоге Хэнк начинает слежку за Джесси и узнает, что Джесси и Барсук, который якобы сдал Хайзенберга, знакомы. А это значит, что и Джесси, скорее всего, связан с Хайзенбергом. Хэнк продолжает слежку за Джесси, но Джесси засел дома и бездействует. Хэнку звонит Мари и спрашивает его о том, когда он собирается вернуться домой. Но Хэнк говорит, что пока Джесси ничего такого не сделает, он не сможет вернуться домой. Тогда Мари советует Хэнку позвонить Уолтеру и расспросить его о Джесси, ведь Уолтер поддерживает связь с Джесси. Вопрос, почему Мари советует Хэнку позвонить Уолтеру и расспросить его о Джесси, а Хэнк, чья работа как раз таки в этом и заключается, сам до этого не догадался. Даже Мари видит связь с Джесси и Уолтера. У Хэнка есть подозрение, что Джесси с продажи травы перешел на продажу м***та, и у него есть трейлер, который является м***лабораторией на колесах, но почему-то совсем не обращает внимания, что такой тип, как Джесси, вряд ли бы самостоятельно приготовил настолько чистый м***т. Но вот же совпадение, Джесси поддерживает связь с человеком, который как раз таки способен это сделать. А еще этот тип постоянно куда-то пропадает и имеет второй телефон, и это Уолт. Вот именно с этого момента, по-хорошему, Хэнк должен был начать подозревать Уолта, ведь Уолт косвенно связан с тем самым м***том. Во-первых, у него со склада пропало химическое оборудование, с помощью которого и готовили этот самый м***т. И во-вторых, он поддерживал связь с человеком, который как минимум участвует в распространении этого м***та. И вот же какое получается совпадение. Хэнк сидит весь день и следит за Джесси. Джесси вообще бездействует и по нему видно, что он явно никуда не собирается. Тогда Хэнк звонит Уолту и расспрашивает его о фургоне, который предположительно является металлабораторией. И немного погодя, Джесси выбегает из дома и едет прямиком к этому самому фургону. И доказывает, что этот фургон существует на самом деле. Водитель этого фургона дал работнице заправки пакетик с голубым м***том. Предположительно, это мог быть Джесси, так как и Комбо, и Барсук тоже связаны с голубым м***том. И они оба знакомы с Джесси. Я бы даже сказал кореша. Ну, Комбо и Джесси сфоткались в стрип-клубе, а Барсук был дома у Джесси, когда их обнаружил Хэнк. Дальше Хэнк начинает осматривать трейлер и пытается вломиться в него. Как вдруг до него докапывается какой-то дед и требует с него ордер, которого у Хэнка нет. В ходе осмотра трейлера, Хэнк обнаруживает дырки от пуль, что в принципе ни о чем не говорит. Так как вторая поправка позволяет иметь оружие всем гражданам США. А кровик вроде как на двери обнаружено не было. Но Хэнк также выясняет, что Джесси находится внутри этого самого фургона. То есть у него есть доступ в этот фургон. Хэнк собирается позвонить к себе в Убен, чтобы ему привезли ордер на обыск этого самого дома на колесах. Как вдруг ему кто-то звонит и сообщает о том, что Мари попала в аварию. Хэнк сразу же отправляется в больницу. А пока его нет, трейлер спокойно и без всяких проблем уничтожается. В больнице обнаруживается, что с Мари все в порядке. Тогда Хэнк взрывается и избивает Джесси. И пока он его избивал, в принципе задавал правильные вопросы. У тебя был номер моего мобильника? Ты знал имя моей жены? Как я это провернул? Говори, а! С кем ты работаешь? С кем таким Джесси работает, что им известно про Мари и его номер телефона. Только вот сценаристы намеренно Хэнка сделали таким. То он не может сложить 2 плюс 2, то он лишь по одной рекламной листовке раскрывает всю империю Густава Фринга. И вот в чем интересный момент. В сериале в принципе не было намеков, чтобы Хэнк думал, что дом на колесах является м***й лабораторией. Это его догадка. Я всегда думал, что эти парни могут готовить в доме на колесах. И в принципе он оказался прав. И даже знал, где его искать. Ну то есть он связал Джесси с трейлером, хотя на это были косвенные улики. А вот все улики, которые связывали бы Уолта с Джесси, он просто проигнорировал. Не замечая их. Судя по одержимости Хэнка, этим делом он пытался раскрыть это дело, несмотря ни на что. Из-за этой одержимости, по сути, родственные связи для него не должны были быть на первом месте. Ну то есть я имею ввиду, что Уолт хоть и родственник Хэнка, но есть множество косвенных улик, которые его связывают с Джесси. И по сути получается, что Уолт как минимум связан с Хайзенбергом через пару рукопожатий, так как Бобер признался, что работал на Хайзенберга. Хэнк, конечно, этого не заметил. Но именно с этого момента, когда было доказано, что трейлер лаборатории принадлежала Джесси, он должен был хотя бы чуть-чуть начать подозревать Уолта. И у него были на это причины. Оборудование, что пропало у Уолта со школьного склада, участвовало в готовке самого чистого м***а, который когда-либо встречался. Такой м*** способен приготовить не каждый химик. Нужно специальное образование, которое имеется у Уолта. У Уолта есть второй телефон, и он куда-то постоянно пропадает. Он держит связь с Джесси, который появляется подозреваемым по делу о голубом м***е. И все знакомые Джесси также были связаны с голубым м***ом. И самое интересное, после того, как Хэнк позвонил Уолту и спросил его о трейлере Джесси, через некоторое время Джесси выбегает из дома и едет к этому трейлеру. Хэнк ловит его с поличным и снова через пару минут ему звонят на мобильный и сообщают, что Мари попала в автокатастрофу. А после того, как Хэнк уезжает, трейлер бесследно пропадает. Скорее всего, трейлер был уничтожен. И можно сделать также предположение, что Джесси изначально хотел его уничтожить, сразу после звонка Уолту. Но ты ему помешал. Я знаю, что истинные мотивы Джесси были совершенно другими. Я смотрел этот сериал несколько раз, но сейчас я рассматриваю все события от лица Хэнка. И делаю те предположения, которые должен был бы сделать Хэнк. То есть, как минимум, взаимосвязь есть. Это я еще не перечислил различные мелочи, которые Хэнк мог забыть. Но даже так, есть очень жирный намек на то, что Уолт может являться тем самым Хайденбергом. Будь уверенным на 100% в этом нельзя, но процентов 30-40 точно есть. А этого, по идее, достаточно, чтобы сделать Уолта подозреваемым и понаблюдать за ним. Немного погодя, Хэнка пытаются застрелить братья Лионель и Марка Саламанко. Что самое интересное, в начале третьего сезона Хэнк берет информацию по делу о сожженном грузовике, с помощью которого мигранты пересекали границу с США. И полиция очень долго пыталась найти этот грузовик. А тут его кто-то сжег. И, конечно же, это были братья Саламанко. Я думаю, что Марка и Лионель стоит поместить на доску расследования, так как они были родственниками Стука и Гектором Саламанко. И это единственная связь. Прямой связи их с голубым м...ом не наблюдается. Но они организовали покушение на Хэнка. И все бы ничего. Только вот Хэнку кто-то позвонил прямо перед самим покушением и предупредил о нем. Начальство Хэнка списывает покушение на послание от наркокартеля. На данный момент нам известно лишь то, что Хэнка подстрелили двое. При них не было никаких документов, вероятно, граждане Мексики. Их татуировки свидетельствуют о принадлежности к наркокартелю. У них был топор. Картели любят... драматизировать. После случившегося ОБН усилила контроль за границей. Но голубого м...та на улицах соседних штатов стало еще только больше. Гоми приходит к Хэнку и сообщает ему об этом. Что говорит, кто бы это ни был, но ему было выгодно, чтобы через границы не могли поставлять свой товар конкуренты. И тот, кто производит голубого м...т, 100% находится по эту сторону границы. А еще можно сделать предположение, что Хайзенберг, производитель голубого м...т, строит свою империю и избавляется от своих конкурентов. Доказательством этой теории служит то, что после пропажи Доминго на улицах появился самый чистый м...т. После двое неизвестных украли со склада бочку с метиламином. И количество м...та только увеличилось. А еще м...т поменял свой цвет на голубой. Что говорит о том, что данная украденная бочка использовалась для готовки этого м...т. Так как в рамках этой вселенной м...т, голубой цвет передает метод готовки с использованием метиламина. Хотя в реальности это не так. После гибели тука м...т с улиц никуда не пропал. Появились новые дилеры. И они начали расширять территорию распространения. Что говорит о том, что кто бы не производит этот мет, но Доминго и тука были его конкурентами. И после их гибели Хайзенберг начал чувствовать свободу. Но расширение территории влияния Хайзенберга вызвало недовольство других группировок. И они застрелили одного из дилеров Хайзенберга. После гибели одного из распространителей, голубой метод с улиц резко пропал. Что самое главное, после ареста якобы Хайзенберга, метод с улиц не пропадал. А после гибели одного из дилеров пропал. Что может говорить о том, что Хайзенберг скорее всего лично занимался распространением. Но после случившегося почувствовал опасность и залег на дно. Подлично занимался распространением, я имею ввиду, что дилеры, которые занимались распространением, работали на него. А вот Джесси имел знакомство сразу с двумя распространителями. И были косвенные улики, что Джесси как минимум также занимался распространением. А значит, скорее всего, он знает Хазенберга. Плюс его автомобиль был найден на месте гибели Тука. Конечно, Тука застрелил Хэнк, но до этого он уже был кем-то ранен. И после того, как трейлер, предположительно являющийся металлабораторией, можно стало связать с Джесси, можно сделать следующее предположение. Что Джесси не просто распространитель, а как минимум имеет ранг повыше, если не правая рука самого Хазенберга. Но этот вариант с правой рукой маловероятен. Ну, по крайней мере, так думает Хэнк. Так как он самоневается в том, что Джесси хватило бы смелости стрелять в Тука. Но с другой стороны, гон за правой рука Тука был где-то тоже на уровне Джесси. Так вот, после гибели Комба, Хазенберг залег на дно. Но ненадолго, так как немного погодя, тот самый *** начал появляться в соседних штатах. И это говорит о том, что либо Хазенберг нашел покровителя, либо он расширил свою империю и теперь есть люди, которые обеспечивают его защиту. А после того, как мексиканским наркокартелям стало сложнее пересекать границу, *** стало еще больше. Другими словами, он избавился от конкурентов. Ах да, еще одна зацепка. У Тука возник с кем-то конфликт. И этот кто-то, скорее всего, приехал к нему на автомобиле Джесси и позже стрелял в него из пистолета. У Тука были братья, которые пытались убить Хэнка. Но незадолго до этого, Хэнка кто-то предупредил о намерении к братьям Сламанка. Так как Хэнк убил их брата, они решили ему отомстить. Братья Сламанка были связаны с *** картелем. И кому же была бы выгодна смерть братьев? Ну или, по крайней мере, их задержание? Наверное, тому, с кем у Тука возник конфликт. И тот, кто стрелял в него. Ведь после того, как они разберутся с Хэнком, они могут разобраться и с ним. Они могли знать о возникшем конфликте между Тукой и тем, кто в него стрелял. К тому же, все еще есть Гектор Саламанка, их дядя, который стал свидетелем происходящего. Тогда кто бы мог приехать на автомобиле Джесси? Ну, либо сам Джесси. Или, так как Джесси связан с Хайзенбергом, на автомобиле Джесси мог приехать лично Хайзенберг. Либо Хайзенберг, а Джесси был его водителем. И у них возник какой-то конфликт, в ходе которого они состреляли в Тука. Но тогда вопрос, почему тот, кто стрелял в Тука, не довел дело до конца? Это можно, например, объяснить тем, что в него стреляли из пистолета, а у Тука была М4. Тот, кто стрелял, промахнулся и не смог сделать второй выстрел. А Тука успел спрятаться в укрытие и схватить винтовку. Вот им и пришлось бежать. Но почему тогда он не последовал за ними? Опять же, можно сделать два предположения. Либо он не успел пойти за ними, так как в этот момент приехал Хэнк. Либо из-за ранения он не смог их преследовать, так как они бежали, а только было тяжело двигаться, с пулей в животе. А немного погодя, приехал Хэнк. Я понимаю, что всего того, что я только что перечислил, не было в сериале. Но дело в том, что я провожу расследование от лица помощника Хэнка. И мне известно то, что известно Хэнку. И исходя из информации, известной Хэнку, я выдвигаю различные версии, которые могли бы происходить. Ведь в момент расследования преступлений у полицейских бывает несколько версий того, что произошло на месте преступления. И в ходе расследований и поиска улик, полицейские выдвигают новые версии, исключают старые версии. И так до тех пор, пока не раскроют дело и не найдут виновного. И дело в том, что хоть моя версия и не рассказывает реальных событий, которые происходили в сериале, но я хожу вокруг да около и нахожусь максимально близко к правде. Я тут недавно слышал такую цитату. Одно совпадение – это совпадение. Три совпадения – это статистика. Все мои предположения помогают связать Уолтера с голубым ***. И что самое главное, есть множество косвенных улик, которые указывают на Уолтера. И по-хорошему, его бы стоило бы тоже включить в расследование. Он как минимум свидетель, а как максимум причастен к готовке. Пока что достаточных причин считать его причастным к готовке нет. Но Уолт вот-вот расскажет Хэнку, что у него есть много денег, которые он выиграл в казино. И тогда его можно будет связать с готовкой. Итак, Мари, жена Хэнка, натворила дел и попала в полицейский участок. И Хэнку пришлось позвонить своему знакомому и попросить у него помощи. В итоге знакомый помог Хэнку, но он попросил встречную помощь. Помочь ему разобраться в записях некого Гейла, которого недавно застрелили в своей квартире. И все бы ничего, но у Гейла нашли блокнот, в котором было записано множество химических формул. И что-то говорилось про подземную химическую лабораторию. И вот, собственно, знакомый Хэнка, не помню, как его зовут, просит Хэнка посмотреть записи и сделать вывод. Может быть, все это связано с *** лабораторией, или все написанное в этом блокноте просто бред. Немного погодя, Хэнк рассматривает записи. А на следующий день, Волт со Скайлер рассказывают про то, что Волт выиграл деньги в казино. И теперь они покупают автомойку. И чуть позже вечером, Хэнк советуется с Волтом. Говорит, мол, он ищет около года изготовителя *** Хазенберга. И тут на днях убили какого-то Гейла. А в его записях в блокноте нашли химические формулы. И Хэнк советуется с Волтом, могут ли эти формулы относиться к синтезом мета посредством фенилацетона. На что получает положительный ответ. А также обращает внимание на то, что этот Гейл посвятил стихи некому УУ. Но кем мог быть этот УУ? Уудру Уилсоном? Уилли Уанка? Уолтером Уайтом? И на самом деле Хэнк движется в правильном направлении. Правда, Волту удается отшутиться и отвести подозрения от себя. Итак, что теперь известно? Кто-то застрелил Гейла Беттикера в собственной квартире. И вроде бы никакой связи с Голубом, м***я. Но только вот в квартире Гейла была обнаружена тетрадь, в которой он записывал различную информацию. Рецепты, стихи и прочее. И во всей этой информационной каше были также обнаружены химические формулы. А также информации и чертежи подземной суперлаборатории для готовки м***а. После консультации с Уолтом, химиком специализировавшимся на изучении кристаллов, было подтверждено, что формула в тетради описывает синтез мета довольно нераспространенным способом. И этот самый способ придает м***у голубой оттенок, что связывает Гейла с голубым м***ем. Также в тетради были обнаружены стихи, посвященные некому УУ. А теперь снова поразмышляем. Предположим, Гейл тот самый Хайсенберг. Значит, после его смерти со временем голубой м***ь должен будет пропасть с улиц, так как последнюю партию, которую он приготовил, могли еще не распространить до конца. Но одно должно быть ясно, что сразу после его смерти количество голубого м***а на улицах должно начать сокращаться, до тех пор, пока он не исчезнет окончательно. В таком случае Гейл действительно был тем самым Хайсенбергом. Также товар может не пропасть с улиц, так как по-любому у Гейла был как минимум один помощник. Ну, управлять такой большой лабораторией в одиночку будет сложновато. Да даже обычные повара низкокачественного м***а готовят вдвоем. И готовку м***а по рецепту, оставленному Хайсенбергом, на себя может взять его помощник. Но Хайсенберг очень хороший химик, и чистота продукта как раз-таки достигалась его профессионализмом. И если помощник Хайсенберга возьмет готовку на себя, то голубой м*** с улицы никуда не пропадет, но его чистота скорее всего должна будет понизиться. И в таком случае также можно будет утверждать, что Гейл был тем самым Хайсенбергом. Но если обратить внимание на психологический портрет Гейла, он просто фрик и не похож на Хайсенберга. Ведь в какой-то момент после гибели Доминго и Тука, Хайсенберг пытался распространять товар самостоятельно. Ведь если бы он работал на кого-то другого, то м*** не пропал бы с улиц после гибели мелкой сошки комбо. Если конечно он не работал лично на Хайсенберга, и Хайсенберг не испугался и не залег на дно после этого инцидента. Также в записях Гейла есть информация про химическую лабораторию под землей, что скорее всего является правдой. Ведь эта лаборатория может объяснить, почему голубого м*** стало только больше. Да и формулов в тетради говорят о том, что в этой лаборатории скорее всего производился тот самый голубой м***. И увеличение его количества на улицах соседних штатов подтверждает это. А так как количество голубого м*** увеличилось недавно, это может говорить о том, что Хайсенберг начал в ней работать также недавно, после того как одного из его дилеров убили на улице и он залег на дно. Так как чтобы построить подобную лабораторию нужны большие связи, а Хайсенберг начинал с нуля и количество м*** увеличилось постепенно, то скорее всего у него нет подобных связей, чтобы ее построить. А значит теория, что Хайсенберг стоит свою империю маловероятна. Но зато это подтверждает теорию о том, что Хайсенберг нашел покровителя или партнера. Дальше. Если товар с улиц не пропадет, то значит Гейл не является тем самым Хайсенбергом. И Хайсенберг все еще жив. Но тогда кем может быть этот Хайсенберг? А теперь смотрите, какая складывается ситуация. Количество м*** на улицах стало очень много, что скорее всего означает, что Хайсенберг начал работать в какой-то подземной лаборатории, которая позволяет увеличить количество производимого товара. Чем больше товара, тем больше заработок самого Хайсенберга. Большое количество денег сложнее скрывать от налоговой службы, а значит Хайсенбергу нужно их как-то отмывать. Для этого необходимо купить какой-то бизнес. Только что Уолтер сообщает Хэнку о том, что у него появились деньги, на которые он покупает автомойку. Автомойка – это бизнес, способный отмывать не только грязные автомобили, но и грязные деньги. Но это не доказывает стопроцентную причастность Уолтера к незаконной деятельности. К тому же у него есть история о том, как он выиграл эти деньги в казино. Но только вот Хэнк работает в УБН и, наверное, очень часто слышал истории от задержанных преступников, по типу «эти деньги мне подкинули» или «я эти деньги выиграл в карты, лотерею, покер и прочее». Ну то есть я имею в виду, что история Уолта выглядит немного странно. Да, он действительно мог выиграть эти деньги. Но есть некоторые странные моменты. Со слов Уолта, он выиграл сумму денег, которая позволяет ему купить автомойку, и может быть ему еще что-нибудь останется. Ну то есть он выиграл не такую уж и большую сумму денег, чтобы сорить ими. И люди, которые выигрывают некоторую сумму денег, но не крупную, не стремятся тратить все деньги на покупку бизнеса, который может разориться. В первую очередь они стремятся погасить все долги и потратить деньги на себя. Вот если бы сумма была крупнее, и на покупку автомойки не пришлось бы тратить все деньги, тогда да, этот вариант был бы более вероятен. Итак, Уолт болен раком. Лечение требует много денег. Конечно, лечение Уолта оплатили Эллиот и Гретхэм, и у Уолта сейчас ремиссия, но рак никуда не делся, и со временем он даст о себе знать, и курс лечения придется повторять. Но нельзя быть уверенным, что на этот раз Эллиот и Гретхэм оплатят лечение, ведь по сути они не обязаны это делать, и оплатить его лечение было их личной инициативой. Но у Уолта появляется некая сумма денег, которую можно будет отложить на будущее лечение, но вместо этого он почти все деньги тратит на покупку автомойки. И желание Уолта, конечно, понятно, он хочет вложить деньги во что-то и получить прибыль, но только вот Уолт проработал всю жизнь школьным учителем, и вряд ли умеет управлять бизнесом. Скайлер – бухгалтер, но быть бухгалтером и быть руководителем бизнеса – это разные вещи. Так как ни один из них не смыслит в управлении бизнесом, то бизнес в первое время, пока они оба будут учиться, вряд ли будет приносить прибыль. Успехом уже будет, если они не разорятся. А что будет, если они разорятся, и у Уолта снова начнет прогрессировать раковая опухоль, а Эллиот и Гретхэм не смогут оплатить его лечение? Получается, Уолт оставит свою семью с долгами? Почему Уолт уверен, что автомойка будет приносить прибыль? Ведь если бы автомойка была бы очень прибыльной, то вряд ли бы старый владелец продал бы ее. Конечно, есть вариант, где его заставляют продать автомойку под дулом пистолета, но этот вариант невозможен, если Уолт действительно добропрорядочный гражданин. А значит, автомойка не такая уж и прибыльная. Особенно, если учитывать, что у Уолта рак, его нужно как-то лечить, а Гретхэм и Эллиот могут отказаться оплачивать лечение, снова под предлогом. Значит, у вас денег на лечение нет, но деньги на покупку автомойки есть. Ну, то есть, покупая автомойку, Уолт идет на некоторые риски. Но покупая автомойку, имея рак, риски лишь увеличиваются. Почему Уолт уверен, что ему стоит покупать автомойку, если только не... А теперь пришло время посмотреть на происходящее под другим углом. Итак, Уолт разбирается в варке мига. Даже Хэнк советуется с ним по делу. Уолт в прошлом изучал кристалла, а Грет по сути кристалл. У Уолта со школьного склада пропало химическое оборудование, за которое он был ответственен, и которое участвовало в варке того самого мига. У Уолта есть второй мобильник, и он в последнее время куда-то пропадал. Уолт поддерживал связь с Джесси, и якобы он покупал у него траву. Джесси, в свою очередь, был связан с Голубым мигом, и имел в этом не последнюю роль. Джесси был также замечен в доме на колесах, который по предположению Хэнка является химической лабораторией, и который после обнаружения его Хэнком бесследно пропал. Автомобиль Джесси находился рядом с раненым Тука. После пропажи трейлера и смерти комбо, Голубой *** сначала пропал, а потом снова всплыл, но в больших количествах. Немного погодя, кто-то убивает Гейла, и в его записи говорится о подземной химической лаборатории. И в это же время Уолт сообщает, что у него есть деньги на покупку автомойки. Хотя лучше, наверное, было бы оставить эти деньги на собственное лечение. Если только Уолт не тот самый Хайзенбек, который в последнее время увеличил поставки своего товара, и следовательно заработал кучу денег, которую ему теперь нужно как-то отмыть. И покупка автомойки ему поможет это сделать. Даже если автомойка будет убыточной, он сможет держать ее на плаву, производя мед, так как автомойка ему нужна не для заработка, а лишь для отмывания денег. И все начинает сходиться. И даже у Гейла есть стихи, посвященные некому УУ. Я никогда не слышал, чтобы стихи посвящали людям, которые уже очень давно мертвы. А что если тот самый УУ и есть Хайзенберг? А Гейл, его помощник в лаборатории, и он восхищается Хайзенбергом, что посвящает ему стихи. Тогда УУ не может быть писателем, которого, скорее всего, нет в живых. Непонятно, почему Хэнк не начал подозревать Уолта хотя бы сейчас, ведь даже он сказал, кто же этот УУ? УУ посвящается УУ. Моей звезде, моей полной тишине. УУ. Ну и кто это, по-твоему, может быть? Уудро Уилсон? Уилли Ванка? Уолтер Уайт? Уолтер Уайт? Неужели у него в этот момент не случилось в мозгу Эврика? Неужели он хоть чуть-чуть не задумался? Как, например, немного погодя, когда увидят листовку из ресторана Лос Полос Эрманус у вегана Гейла. Есть множество улик, которые косвенно связывают Уолта с голубым метом. И на доске расследования находится не так много людей, которые до сих пор живы и всё ещё на свободе. И на этой доске Уолт определённо должен присутствовать, так как именно из-за его склада было украдено химическое оборудование. Но всё-таки, кто мог убить Гейла? Ведь его никто не ограбил, а значит целью было его убийство. Ну, тут на месте Хэнка я предположил бы, что его могли устранить конкуренты. И судя по произошедшему ранее, может сделать вывод, что идёт какая-то война х**ка картелей, в которую был втянут Хэнк. Тот, кто предупредил Хэнка, скорее всего, кто-то из воюющих х**к картелей, кому было бы выгодно усорнение братьев Сламанка. И если война на х**к картеле действительно идёт, то определённо они постараются убрать повара противостоящего х**к картеля, которым является Хайзенберг, так как их товар просто лучше. И убрав его, товар картеля с менее качественным товаром станет снова конкурентоспособным. Ведь нам пока неизвестно, является ли Гейл Хайзенбергом или нет. Время покажет. Да и у Уолта прям 100% подрезервать нельзя, максимум 80%. Нужно следить сразу за двумя показателями. Пропадёт ли голубой мед с улиц, и будет ли автомойка у Уолта прибыльной. Через пару дней Уолт и Соскалер снова посещают Хэнка и Мари. Напившись, Уолт говорит Хэнку, что его Гейл на самом деле не может быть Хайзенбергом, так как его запись похожа на списывание, и этим открывает второе дыхание у Хэнка. Хэнк снова погружается с головой в расследование этого дела. А ведь Уолт прав. Зачем Хайзенбергу делать какие-то записи химических формул, если он гениальный химик, у него все эти формулы уже находятся в голове, а записи, или другими словами конспекты, делают ученики. И это в принципе приводит нас снова к одному из моих предположений, что Гейл был помощником Хайзенбека и восхищался им. Да настолько, что тайно посвящал ему стихи, и этот у и есть Хайзенберг, что немного намекает на Уолта. Именно эта надпись нет, но в совокупности с остальными совпадениями, да, намекает на Уолта, и еще как. Правда, Хэнк вроде как считает Гейла поваром Хайзенберга. Но только вот вопрос, почему челу брать себе прозвище в честь химика, который работал на Адольфа? Фамилию назвать не буду, вдруг его фамилия не понравится Ютубу, ведь у нас свобода слова и все дела, да? И вроде как на улицах ходил слух, что повара, который готовит голубой х**, зовут Хайзенбек. Так вот, зачем повару нужен повар, а? Правильнее было предположить, что Гейл был помощником повара. Ну ладно, все мы совершаем ошибки. В уликах из квартиры Гейла Хэнк находит салфетку из ресторана Лос Полос Эрманос с какими-то цифрами и буквами, и задается вопросом, почему у вегана салфетка из ресторана Лос Полос Эрманос, где подают жареную курочку. Он пробивает шифр салфетки в интернете и находит под этим номером промышленную систему фильтрации воздуха, которая идеально подходит для той самой суперметаллаборатории. Эта система произведена международным концерном Madrigal Electromotive. Хэнк позвонил в этот концерн и узнал, что полгода назад Гейл заказывал эту систему в Альбукерку, но по документам ее никто не оплачивал. Дальше Хэнк решает проверить концерн и выясняет, что он занимается производством различного оборудования, доставкой грузов по всему миру, и в этот концерн входит также ресторан быстрого питания, одним из которых является сеть Лос Полос Эрманос. Но Хэнку непонятно, почему у Фрика и вегана Гейла находится салфетка из ресторана Лос Полос Эрманос, и тогда у Хэнка возникает безумная мысль, а что если он с кем-то встречался в этом ресторане? А что если этот кто-то Густаво Фринг? Ведь у него есть связи и деньги, чтобы организовать подобную лабораторию. И что самое интересное, Хэнк находит салфетку из ресторана Лос Полос Эрманос, на которой написан торговый номер системы фильтрации воздуха, который производит концерн Мэдрикал. И в этот концерн также входит ресторан Лос Полос Эрманос, из которого как раз таки была эта салфетка. И это служит достаточным основанием, чтобы начать подозревать Густаво Фринга, который вроде как спонсирует работу УБН, и по идее получается, что он спонсирует охоту за самим собой? И немного позже Гоми правильно подмечает, А если бы встреча происходила в KFC, тогда бы Хэнк начал бы подозревать полковника Сандерса? Это лишь два совпадения, и Хэнку уже достаточно, чтобы начать подозревать Густаво. Хэнк отправляется в ресторан и с хитростью получает отпечатки пальцев Густаво, сравнивает их с отпечатками, найденными в квартире Гейла, и они совпадают. То есть химик, который готовит миг, закатал оборудование концерна, в который входит ресторан быстрого питания Лос Полосер Манес, на салфетке которого был написан торговый номер этого оборудования. Но где в этой цепочке сам Густаво? Да, он владелец ресторанов, ну и что? Почему этого достаточно, чтобы подозревать Густаво? Тогда почему ты не начал подозревать Волта? Ведь с Волтом больше совпадений. Волт отличный химик, способный приготовить миг. У него пропало оборудование, которое участвовало в готовке. Волт поддерживал связь с Джесси, который напрямую связан с голубым мигом. У Волта есть второй мобильник. После звонка Волту, Джесси решает уничтожить трейлер, который скорее всего участвовал в готовке мига. Гейл также посвящает цехи некому УУ. И это по сути зацепка равна сильно той, что номер оборудования, который купил Гейл, записан на салфетке ресторана, владелец которого является Густаво. У Волта появились деньги, и он вместо лечения тратит их на покупку автомойки. И это все происходит одновременно с тем, как на улице голубого мета стало только больше. А еще пусть хоть и на время, но Волт покупает своему сыну новый Додж Челленджер. А что если он вернул Додж в магазин, потому что подумал, что это уже слишком, и это прям палит его, что он имеет незаконный доход. Почему бы тогда тебе, Хэнк, не проверить бы Волта? Ну так, на всякий случай, чтобы удостовериться, что Волт чист. Ну и что, что он твой свояк? А если твоя жена будет вечером перед окнами твоего дома садиться в машину к какому-то мужику и возвращаться только утром, ты тоже не будешь подозревать его в измене? Ну она же твоя жена. Ах да, Мари же занималась мелкими кражами, и вы это успешно скрывали от Волта и Скайлер до определенного момента. А что если Волт тоже что-то скрывает? И да, история Волта про выигрыш в казино не вызывает подозрения, а история Густава Фринка, который спонсирует ОБН, вызывает подозрения? Кстати, даже если Густава как-то связан с Гейлом, то во-первых, Гейл не Хайзенбек. А во-вторых, Густава тоже не Хайзенбек. И если Густава причастен к голубому х**у, то он как минимум покровитель Хайзенбека, а как максимум они партнеры. Ну то есть смотрите, давайте представим эту ситуацию в виде Айзенбека. То, что Джесси как-то связан с голубым х**ом, лежит на поверхности. То, что Волт связан с голубым х**ом, уже находится чуточку ниже. Еще глубже находится связь Густава с голубым х**ом. И в самом низу находится связь с голубым х**ом того чела из управленцев концерна, который в пятом сезоне остановил себе сердце электрическим разрядом, когда к нему в офис пришла полиция. Дальше Хэнк идет к своему начальнику и излагает ему с Гомми все свои мысли. Они не верят в теорию Хэнка. Но отпечатки пальцев Густава, найденные на месте преступления, их все же заинтересовали. И тогда УБН устраивают встречу с Густава, на которой задают ему пару вопросов по поводу отпечатков, найденных на месте преступления. На что Густава рассказывает свою версию событий. И придраться в этой версии не к чему. Но Хэнк все равно интересуется, почему на него нет никаких документов, до того момента, пока он не эмигрировал с Чили в Мексику, а позже в США. На что Густава ответил, что правительство в стране, в которой он родился, плохо ввели документацию. И что по правде говоря, оказывается правдой. И УБН это тоже известно. Но Хэнк все же вцепился в Густава и не хочет его отпускать. Он просит Волса съездить с ним на выставку минералов. Но по дороге сообщает, что они едут в Лос-Полос-Эрманы, где работает Густава Фринг. Хэнк просит Волту установить на машину Густава GPS-трекер. В Волт вроде его устанавливают, а потом идет в ресторан, заказывает колу и возвращается. И хотя Волт говорит, что он проверял, не открепится ли он, но со стороны это выглядит немного странно. Через несколько дней Хэнк с Волтом забирают трекер и обнаруживают, что Густава кроме работы никуда не ездил. С одной стороны, Хэнк просто пристал Густава. Хотя если так подумать, Волт вызывает еще большее подозрение, чем Густава. Но Хэнк вот прям до последнего копает под него. Но с другой стороны, Густава владелец сети ресторанов быстрого питания. И неужели он все это время сидел в своем офисе и не ездил на какие-нибудь встречи, то у него различные благотворительные ужины, то он просто сидит весь день в своем кабинете и не вылазит из него. Согласитесь, выглядит странно. Хотя это можно попробовать объяснить тем, что у него есть личный автомобиль, а есть рабочий с водителем. И если это так, тогда это перестает выглядеть подозрительно. Но ведь скорее всего у него нет ни второго автомобиля, ни водителя. Тогда почему он сидел и никуда не ездил? Может быть он узнал о GPS трекере? Но как? Мало того, Хэнк, что результатами расследования ты делишься с посторонними, так ты результаты расследования разглашаешь человеку, который по-хорошему был бы подозреваемым, не будь он твоим свояком. Если уж Густаво вызывает у тебя подозрение, то Волт тем более должен был быть в списке подозреваемых. Вот смотри, Хэнк, ты находишь салфетку из фастфуд-ресторана у Вегана и предполагаешь, а вдруг он в этом самом ресторане встречался с Густаво. Потом сам лично идешь в ресторан, чтобы раздобыть отпечатки пальцев Густаво. А потом Волт заходит в этот самый ресторан, и Густаво все это время, кроме как на работу. Вот давай просто предположим, что Густаво действительно владеет той самой подземной лабораторией по производству мига. Но ведь он не Хайденберг. Так как Хайденберг начинал с нуля и постепенно увеличивал объемы, пока резко не стал производить столько мига, что стал способен обеспечивать товаром со Соединенные Штаты. А бизнесмен уровня Густаво начал бы с более крупных партий сразу. Но также известно, что подземная лаборатория, которая по мнению Хэнка принадлежала Густаво, производит тот самый голубой мига. А следовательно, до количества товара резко увеличилось, Хайденберг начал работать в этой самой лаборатории. Джесси связан с Барсуком и голубой мига. Барсук говорил, что работает на Хайденбека, а значит и Джесси тоже связан с Хайденбеком. А еще Джесси связан с Волтом. И если так просто предположить, что Волт может оказаться Хайденбергом, тогда это может объяснить странный результат полученной с GPS-трекера. Если Волт Хайденберг, основание, чтобы так думать, уже есть. Тогда, когда Волт зашел в ресторан купить колу, он мог предупредить Густава, своего партнера или начальника, о трекере. И Густава, пока на его автомобиле стоял трекер, решил залечь на дно и никуда не ездить. Либо просто пользовался такси. И все начинает сходиться. Просто знаете, что я заметил? Хэнк ведет расследование о голубом миге. Но улики, полученные ранее в других сезонах, просто не учитываются. Как будто их нет. И если эти улики не учитывать, тогда да, связи Волта с голубым мигом просто нет. Но если улики учитывать, то результаты расследования должны были наращиваться подобно снежному кому, который указывал бы на возможность причастности Волта к голубому мигу. Почти все улики косвенные, но ведь на Густава поначалу даже косвенных улик не было, но Хэнк взялся за него. Хэнк уже забыл про пропавший противогаз из-за лаборатории Волта, фильтр которого был найден идеальный чистый миг, который позже стал голубым. И чистота мига позволяет нам думать, что эти два вида мига приготовил один и тот же повар. Так вот, если Гейл или Густава тот самый Хайзенберг, то зачем им красть противогазы со школы, в которой Волт работает учительным химии? У Густава что, денег не хватило на покупку противогазов? Все деньги потратил на систему фильтрации воздуха? Почему Хэнк забыл про бочку метиламина, после кражи которой появился чистый и голубой? Густаву не мог нанять более опытных воров? У него же финансы позволяют найти того, кто может эту работу выполнить чище. Хэнк уже забыл про тука и доминка. Он даже похоже забыл про лабораторию на колесах. Ну то есть, улики, полученные ранее, говорят нам, что Хайзенберг начинал с низов и за год очень сильно поднялся. И если Густаво связан с голубым мигом, то Хайзенберг скорее всего на него работает. Либо Хайзенберг вступил в наркокартель, в котором также находится Густаво. Но пока что вообще нет причин думать, что Густаво к этому причастен. Густаво позаботился о своей легенде. Хотя в квартире Гейла и нашли отпечатки пальцев Густаво, но полиция вроде как сообщает, что это не похоже на кражу. Да и свидетели появились практически сразу после выстрела. То есть стрелявшего в Гейла не интересовало его имущество и целью было его убийство. А после выстрела он ушел. А отпечатки скорее всего были оставлены ранее. Свидетели сообщают, что в квартиру зашел странный парень, но с их слов он зашел в квартиру и сразу вышел и ничего не трогал. Да и других отпечатков в квартире кроме отпечатков Густаво Гейла не было. То есть теория, что Густаво пришел к Гейлу, застрелил его, а потом излапал всю квартиру и оставил отпечатки пальцев какая-то неправдоподобная. А вот версия Густаво звучит куда логичнее. Да и у него есть алиби. По сути Густаво чист. Отпечатки пальцев в квартире лишь косвенная улика. А кроме этого у Хэнка ничего нет. А вот у Уолта куда больше косвенных улик. Обрати ты хоть чуть-чуть на него внимание. Дальше Хэнк хочет осмотреть все имущество Густаво и концерна, которое находится на территории Альбукерки. Поначалу Хэнк собирается поехать то ли на склад, то ли в курятнике ресторана Лос Полос Эрманус. Ну, типа это подходящее место для незаконной деятельности. И Хэнк просит Уолта отвезти его туда. И Уолт начинает отнекиваться. Ну, типа я сейчас не могу, я занят. Тогда Хэнк собирается попросить отвезти его кого-нибудь другого. Но Уолт настаивает на том, чтобы Хэнк поехал именно с ним. Но в другой день, так как сегодня у него проблемы с животом. А он очень сильно хочет туда поехать и посмотреть, как Хэнк работает. Спустя какое-то время Уолт везет Хэнка на склады. Но сразу, как они приехали туда, начинает зудеть. Может уже поедем домой? Может уже поедем? Может поедем? Видишь что-нибудь подозрительное? Все еще нет, Уолт. Ну, тогда может поедем? Тебе куда-то надо? Потому что ты, типа уже в третий раз об этом спрашиваешь. А от картеля нынче что-нибудь слышно? А то в газетах то и дело что-то пишут. Что выглядит немного странно, слышать это от человека, которому было интересно сюда поехать. На самом деле Уолту интереснее узнать о разборах наркокартелей, которые произошли буквально недавно за границей, чем присутствовать тут. К тому же у Уолта появился синяк под глазом. Нет, это ни о чем не говорит, разве что его кто-то побил. Через пару дней после слежки за складами Хэнк просит Уолта снова съездить с ним. По дороге Уолт снова начинает расспрашивать с Хэнка про разборки наркокартелей. А когда Хэнк говорит, что они сегодня поедут не на склады, а в прачечную, в этот же момент Уолт начинает вести себя как-то странно, говоря, что уж прачечная вряд ли может оказаться той самой лабораторией, которую ищет Хэнк. Может нам лучше поехать на склады? Ага, ну в общем, есть одна промышленная прачечная, которую я хочу посмотреть. От недалеко. Она принадлежит этой компании, Madrigal Electromotive. Это большой немецкий конгломерат. Занимается всем подряд. Но и оказалось, что он же владеет и куриными ресторанами Фринга. Как-то это за уши притянуто. То есть, ты же сам сказал, раз это Madrigal, да? Раз это такой большой конгломерат, то у них должна быть куча всяких предприятий. Нет, это как-то звучит как-то неубедительно. Ну надо же. А вот куриная ферма, кстати, боже, это место прям создано для всяких темных делишек. Я просто не хочу, чтобы мы что-нибудь упустили, понимаешь? Проезжает прачечную мимо и сразу же попадает в аварию. И Хэнку не удается осмотреться в прачечной. Тогда Хэнк просит туда съездить и осмотреться Гоми. Гоми, разведя менеджера прачечной, отсматривает ее, делает фотографии, а также всю прачечную проверяет с помощью специально обученной собаки и ничего не находит. Позже Хэнк рассматривает фотографии и обнаруживает, что у прачечной два электрощитка, хотя ей вполне хватило бы одного. Он расспрашивает на форуме электриков и оказывается прав. Наличие второго электрощитка говорит о том, что прачечная потребляет слишком много электричества, чем должна на самом деле. И должно быть что-то, что потребляет излишки электричества. Например, это что-то может находиться под землей. И причины так думать уже есть. Хотя бы как минимум из-за точного описания подземной лаборатории в записях Гейла. Где-то в это же время кто-то звонит в УБН и сообщает, что Хэнка собираются убить. Специально обученные люди переезжают домой к Хэнку и берут его под защиту. Вдруг Хэнку снова звонит начальство и говорит, что Гектор Саламанка, который был свидетелем по делу у Атука, хочет что-то сообщить УБН, но не будет говорить, пока Хэнк лично не будет присутствовать на встрече. На встрече в УБН Гектор посылает Хэнка и его отвозит обратно в дом престарелых, а Хэнк возвращается домой. Немного погодя, в телевновостях сообщают, что в доме престарелых произошел взрыв, в котором погиб Гектор Саламанка и Густава Флинн. И после этого Хэнк лично спускается в ту самую подземную суперлабораторию под прачечной, в которую он ранее не смог попасть из-за аварии, устроенной Уолтом. Но она уже немного, как бы это сказать, сгорела. В лаборатории Хэнк находит что-то сильно обгоревшее, похожее на камеру. А в офисе находят ноутбук Густава, через который, скорее всего, можно посмотреть записи с камер. Но все записи на ноутбуке оказались зашифрованными. В Германии, когда в офис Мэдригел пришли полицейские, Питер Шулер сделал Роскомнадзор, что говорит о его причастности к картелю. А через пару дней ноутбук, хранившийся на складе улик, уничтожается с помощью огромного электромагнита, который преступники бросили на улице. И я сейчас специально пересказал события нескольких дней и не добавлялся в комментарии, так как мне пришлось бы их повторять снова после взрыва Густава в доме престарелых и пожара в лаборатории. Я считаю, что после аварии, которую совершил Волт и после того, как Хэнк попал в эту самую лабораторию под прачечной после пожара, ну вот уж теперь-то Хэнк должен был начать подозревать Волта. Так как изначально с ним было не все чисто, Волт обладает знаниями, которые позволили бы ему приготовить *** и судя по его образованию, был бы очень чистым и максимально приблизился бы к чистоте Хайзенбрега. У Волта пропали противогазы со складов, которых готовили именно белый *** Хайзенбрега. И если просто в теории предположить, что Волт мог бы оказаться Хайзенбрегром, ну знаешь, Хэнк, вон твой начальник подал в отставку из-за того, что не поверил тебе и говорил, что Густаво приходил к нему на ужин и он даже подумать не мог, что Густаво причастен к *** картелю. Я приглашал его в свой дом. 4 июля. Мы готовили еду во дворе. Мой сын чистил кукурузу, дочь нарезала картошку, Фринг принес морского окуня. Теперь каждый раз, когда я готовлю на гриле, я делаю маленький кармашек из фольги, как он меня учил. Мы всю ночь смеялись, рассказывали истории, пили вино, и он оказался абсолютно другим человеком. Прямо на моих глазах, прямо у меня под носом. Почему, когда ты поставил GPS-трекер на автомобиль Густаво, ты ничего не обнаружил? Лишь то, как владелец целой систии ресторанов ездил из дома на работу и с работы домой. Если предположить, что Волт Хайзенберг, работающий на Густаво, тогда это может объяснить, почему Густаво, пока на его автомобиле был GPS-трекер, никуда не ездил. Когда Волт устанавливал GPS-трекер на его автомобиль, он заходил в ресторан и мог предупредить Густаво о слежке. Это также может объяснить, почему Волт отказался сразу ехать на склады Лос-Полос-Арманус, которые идеально бы подошли для незаконной деятельности, и почему Волт хотел, чтобы ты поехал с ним, но позже. Ведь если ты не поедешь с Волтом, тогда попросишь кого-нибудь другого отвезти тебя прямо сейчас. А значит, если на складах реально что-то происходило незаконное, то они не успеют избавиться от улик. А вот если ты, Хэнк, согласишься поехать с Волтом через пару дней, а Волт реально Хайзенберг... Да-да, знаю, Хэнк, это звучит бредово, но не бредовее твоей версии, что раз у Гуейла была найдена салфетка из Лос-Полос-Арманус, значит, он встречался там с самим Густаво и обсуждал дела, ну так, чтобы ты что-нибудь не заметил странного. Может быть, он заинтересован в том, чтобы ты там ничего не нашел? И вообще, Хэнк, а почему Волт интересовался разборками картелей, происходящих за границей? И почему у Волта было разбито лицо? Если Волт Хайзенберг, тогда Джесси работает на него, и это может объяснить множество зацепок. Хайзенберг работает на *** как картель Густаво, и у этого *** картеля сейчас идут разборки с другим картелем, из которого как раз таки и были те двое братьев-близнецов, пытающихся убить тебя, Хэнк. Они были родственниками с Гектором и Тука Саламанко, рядом с которыми был обнаружен автомобиль Джесси Пинкмана. Гектор также раньше был членом этого картеля. Этот *** картель находился в Мексике. После нападения братьев Саламанко контроль за границей усилился, и *** картель Дона Аладио начал терять долю рынка, которую захватил Густаво. Доказательством этого может служить увеличение количества голубого *** на улицах. Это не понравилось *** картелю Дона Аладио, и тогда он решает убить Хайзенберга, и возможно всех его помощников, чтобы убрать голубой *** с улиц. Тогда это может объяснить убийство Гейла. Связь Гейла с Густаво ты уже установил. Но судя по тому, что голубой *** после смерти Гейла не пропал с улиц, говорит нам о том, что Хайзенберг еще жив, и скорее всего покушение на него не удалось, либо они еще до него не добрались. А может его попытались убить, но Хайзенберг спасли люди Густаво, так как он им нужен живым. И возможно в момент этого покушения Хайзенберг мог получить по лицу. А может его вообще хотели похитить? Ты же помнишь, Хэнк, как Уолт интересовался разборками картеля? А может быть он стал участником этих разборок, и ему интересно стоит ли ему чего-то опасаться, или вражеский *** картель уже уничтожен? А еще он протянул время, когда ты попросил его отвезти на склад, который уже доказано, что участвовал в преступной схеме. Например, для того, чтобы на складе успели избавиться от улик. Или даже из-за того, что в этот момент на него охотились люди из вражеского *** картеля. Ведь после этого у Уолта появился синяк на лице. И почему Уолт нервничал и отговаривал тебя от идеи, что та лаборатория может находиться в прачечной, а после этого попал в аварию? Может быть, чтобы ты не смог туда попасть? А после этой лаборатории сгорело, и не осталось никаких улик? Из странных звонок в Бенг, в котором сообщалось о том, что тебя хотят убить, Хэнк. Может, потому что ты шел по правильному следу, и это нужно было для того, чтобы тебя просто задержать на время, чтобы избавиться от улик? Может быть, обнаружив лабораторию раньше, тебе удалось бы заполучить улики из этой лаборатории и найти того самого Хайзенбегра, а? Может, стоит хотя бы сейчас проверить Уолта? Это, конечно, одна из моих рабочих версий на данный момент, которая основана на полученных уликах. И она не объясняет, почему взорвались вместе Гектор и Густаво. Весь н***к, кратер, членом которого раньше был Гектор, уничтожен в Мексике. Наверное, у Гектора были свои счеты с Густаво. Возможно, позвонивший тебе ранее на телефон и предупредивший о нападении на тебя братьев Саламанка был одним из людей Густаво, а из-за этого звонка погибли его племянники. И может быть, он ездил в офис УБН не для того, чтобы выманить тебя из дома, а для того, чтобы выманить Густаво? Ведь после этого, немного погодя, взорвалась его комната с Густаво. Но кто тогда ему принес бомбу, если все, кого знал Гектор, погибли? Людям Густаво невыгодно устранять своего начальника, который им платит. Да и сам Густаво вряд ли бы захотел зажигать лабораторию со всем дорогостоящим оборудованием. Он его как минимум хотя бы попытался бы перевести. Да и пожар в лаборатории вызвал обнаружение этой самой лаборатории. Обнаружение лаборатории вызовет еще больше подозрений к нему. Да и пожар в лаборатории и взрыв в доме престарелых, в котором погиб Густаво, случились в один день. Весь воинствующий нахуй-картель был уничтожен еще в Мексике. Но кто тогда это все мог сделать? Возможно, в этом конфликте было третье заинтересованное лицо. И я уже делал два предположения, что Густаво либо партнер Хайзенберга, либо его работодатель. Правда, сказал, что версия с партнерами казалась маловероятной. Но исходя из новых улик, эта версия стала выглядеть более вероятной. Может, все же Хайзенберг работал не на Густаво, а вместе с Густаво? Ведь у Хайзенберга уже были люди, которые распространяли товар на улицах. Может быть, эти люди и принесли бомбу Гектору, а также устроили пожар в лаборатории? Ведь ты, Хэнк, уже вышел на Густаво, и вопрос времени, когда ты поймаешь его на ошибки. Но ты все еще не вышел на Гайзенберга, и обнаружение лаборатории может помочь выйти на него. А тут еще война на х**-картеле, в котором был уничтожен один х**-картель, и скорее всего, сильно измотан второй, который принадлежал Густаво. А Гайзенберг просто воспользовался ситуацией и добил Густаво, пока он был ослаблен. Ну знаешь, очень часто бывает, когда один партнер по бизнесу пытается устранить другого. Нет, конечно, есть еще версия, что одно из обгоревших тел, найденных в лаборатории, может принадлежать Хайзенбергу, но лабораторию подожгли намного позже уничтожения х**-картеля в Мексике. Кто тогда поджег лабораторию, если не Гайзенберг? Если товар с улиц по-прежнему не пропадет, то это будет свидетельствовать о том, что после этого конфликта Гайзенберг остался жив. А империя Густаво и х**-картель из Мексики теперь ему не мешают, и тем более он сможет занять их место. Кстати, Хэнк, а что в момент взрыва в доме престарелых и пожара в прачечную делал Волт? Почему он не захотел находиться в твоем доме и вернемся к нашей доске расследований и попробуем поставить Волта на место Гайзенберга? А раз так, то Джесси на место его помощника, ведь Джесси и Барсук связаны с х**ом, а Барсук говорил, что работает на Гайзенберга, а еще Волт поддерживал связь с Джесси. Слушай, а ведь многое начинает сходиться, почему бы нам тогда его не проверить? Несмотря на то, что он твой свояк. У него же рак, да? Ну то есть ему уже нечего терять. Да и деньги у него появились незаконным методом. Выиграл в подпольном казино. А что если раз он пошел на такое, то и на готовку х**а может пойти? Ведь специальность ему позволяет готовить высококачественный х**. Я считаю, если х** с улицы не пропадет, то мы можем быть уверены где-то на 90% что Гайзенберг это Волт. Итак, после пожара полиция задерживает некоторых людей Майка, в том числе и управляющего прачечной. На управляющего прачечной улики прям вообще железнобетонные. У Бен также допрашивает Чао и Майка. Майк оказывается крепким орешком и его расколоть не получается. Тогда Хэнк сообщает, что они обнаружили секретные офшорные счета, на которые Густаво перечислял деньги. Там были счета на управляющего прачечной, на ребят из оптовой базы ресторанов, которые скорее всего и занимались транспортировкой товара, владельца склада химикатов и внучку Майка, Эрмен Траута. Что говорит о том, что Майк также причастен к х** империи Густаво. А так как он бывший коп, то скорее всего был лейтенантом Густаво. Таким образом, они дают понять Майку, что это всего лишь вопрос времени, когда они смогут накопить достаточное количество улик, чтобы арестовать его. Кстати, после разговора с Чао, я так понимаю, он и есть начальник склада химикатов, он куда-то пропал. Я думаю, что Майк позаботился о том, чтобы полиция не нашла его тело. И со временем, не сразу, у Бен обнаружат, что Чао пропал. Что будет свидетельствовать, что скорее всего он тоже причастен. После нам показывают схему, которую составил Хэнк. И в общем, вначале я немного ошибся. Схему он составил после того, как полиция обнаружила в лаборатории. А мне казалось, что он эту схему составил до пожара в лаборатории. Но все же, если бы не та брошюрка из ресторана, то скорее всего на эту лабораторию он наткнулся бы случайно. Но благодаря документации Густаво, все равно Хэнк составил бы эту таблицу. Итак, что теперь мы можем понять по схеме? В центре всего стоит Густаво Фринг. Ему принадлежит сеть ресторанов Лос Полос Эрмана. Рестораны также входят в концерн Медрикл и эта связь помечена синей ниткой. В принципе, я с самого начала использовал серый цвет для косвенных улик Уолтера. Пускай будет и синий цвет тоже. У ресторанов имелась оптовая база, но только вот она больше никак не фигурирует в деле. Разве что 16 рефрижераторов с этой базы сейчас находятся на штрафстоянке. Еще у Густаво была прачечная, под которой нашли м***ь лабораторию. Она также была частью концерна Медрикл. В м***ь лаборатории работал Гелл, который был лично знаком с Густаво. Его убил неизвестный. В лаборатории нашли останки двух тел, которые сильно обгорели. Если что, эти двое люди Фринга, которые охраняли Джесси и которых застрелил Волт. В прачечную поставлялись химикаты со специального склада, который также принадлежал Медрикл. В Медрикл работал Питер Шулер и было найдено совместное фото Питера и Густаво, которое говорит о связи Густаво и Питера. Питер, кстати, покончил с собой, когда к нему пришла полиция, что говорит о том, что он скорее всего тоже был причастен к этому делу. Густаво погиб в доме престарелых в комнате Гектора Саламанко, который раньше был в *** картеле Дона Аладио. И на данный момент этот *** картель уничтожен. А теперь самое главное. У Густаво были офшорные счета, на которые он переводил деньги. И они были зарегистрированы на 9 работников, которые скорее всего работали на оптовой базе. Или типа того. Ну, в общем, это люди Густаво. Один из которых погиб вместе с ним. На двух работников химического склада, из которого поставлялись химикаты в прачечную. На управляющего прачечной. Скорее всего, через него и вышли на другие офшорные счета. На одного работника из Медрикал. И внучку Майка. Поэтому он и находился на этой доске, но не связан ни с чем напрямую. А значит, по логике я правильно сделал, когда расположил на доске Дволта. Также Хэнк подозревает, что должен быть какой-то посредник между Роном и Питером. Ну, типа там Лидия. И что самое главное, ни один из арестованных парней Густаво до сих пор не раскололся. А значит, скорее всего, кто-то остался на свободе, которого нет в этой схеме, и платит им за молчание. А еще у уличных барыг появился снова голубой и если это не старые запасы, то Газенберг скорее всего уцелел. На основе этого у меня теперь возникла некоторая мысль. Она, конечно, неверная, в сериале все было не так, но по идее Хэнк должен был прийти к этой мысли. Скорее всего, ребята, которых вы арестовали, знали Газенбега в лицо и в этой схеме отсутствует Газенберг. А еще он как бы заинтересован, чтобы они молчали и по чуть-чуть снова появляется на улицах. Может быть, им платят за молчание Газенберг? Как тебе, Хэнк, такая мысль? Итак, хорошо, ты составил схему преступления, в центре которой находится Густаво, но ты ничего не забыл, Хэнк. А где в этой схеме Газенберг? Одно из обгоревших тел принадлежало ему? Ну хорошо. А где в этой схеме барсук? Он же признался, что работал на Газенберга. А где Джесси? Они покупали у Густаво, а потом сами перепродавали? А где Комбо, которого застрелили из-за того, что продавал голубой на чужой территории? Ведь для Густаво это мелочь, с которой он был с легкостью разобрался. Кстати, эти самые люди, причастные к смерти Комбо, сами работали на Густаво, но Хэнк, к сожалению, об этом не знает. А где украденная бочка метиламина? Воры продали бочку Густаво? Или сам Густаво нанял их? Но зачем? Ведь у Мадрегал был свой метиламин. Также другой, менее качественный голубой не был найден, разве что обычный 70% с красителем. А противогазы, украденные со школы Уолтера Уайта, в которых готовили именно обычную версию на псевдфитрине. Неужели есть два химика, способных приготовить такой чистый товар? И почему они появились одновременно? Почему голубой появился на улицах изначально в маленьких количествах? Ведь из лаборатории Густаво способна была сразу производить большой объем. И на таком оборудовании просто невыгодно готовить маленькие партии. Короче, Хэнк, твоя схема должна была бы выглядеть как-то так. Кстати, я добавил схему Хэнка в свою, но кое-что чуть-чуть местами поменял, чтобы она идеально ввелилась в мою схему. Также я вот эти ниточки делал по-своему и все связал воедино, и кое-что добавил от себя. Даже добавил связь Майк Эрмертраута. Дальше у Скайлер случается нервный срыв. Хэнк и Мари приезжают на празднование дня рождения Уолта и узнают, что Уолт купил себе и сыну новые дорогие автомобили. А это означает, что автомойка Уолта начала приносить прибыли практически сразу. Что, наверное, школьный учитель химии и домохозяйка, которая в прошлом была бухгалтером, купили на деньги свалившиеся с неба автомойку и, не умея управлять бизнесом, сразу же с первых дней начали уходить в плюс. Ведь если бы они несли убытки, то денег на новые автомобили не было бы. А если эта автомойка такая прям прибыльная, тогда почему старый владелец продал эту автомойку? Ты есть голубой с улицы никуда не пропал. На праздновании дня рождения Уолта Скайлер заходит в бассейн и непонятно, что она хотела сделать на самом деле. Но после этого странного поступка Скайлер, Мария и Хэнк забирают к себе детей на время, пока Скайлер не придет в себя. А это говорит, что в семье Уолта что-то происходит. Да, Уолтер придумывает отмазку по поводу Теда Беннека. Но, кстати, когда Хэнк и Мария ехали к Уайтам, у них и зашел разговор о неверности. И Хэнк напомнил, что до сих пор не забыл про второй мобильник Уолта. Я обещала не говорить. Кому? Твоему свяку. Ну, ты мне хотя бы намекнешь? Это касается неверности, больше я ничего не скажу. А, блин, так и знал. Что я знал? Что? А откуда ты знал? Ну, то есть я ничего не знал, но я постоянно говорил. Второй мобильный телефон, понимаешь? Извини, детка, но я раньше тебя угадал. Ну, так это был не Уолт. Скайлер? Но Мария поправила его. Типа, это все Скайлер, а не Уолт. Если это Скайлер, а не Уолт имеет роман на стороне, тогда почему второй мобильник у Уолта? Я не уверен, знает ли Хэнк, что любовник Скайлер это Тед Бенеки, который попал в больницу с переломом позвоночника? Ну, скажите же, интересная получается ситуация. У Скайлера есть любовник, о котором знает Уолт, и он попадает в больницу с переломом позвоночника. Полиция Тед говорит, что упал. Упал! Знаете, упал, это же дефолтная отмазка. Стоят два ученика у доски и их отчитывает учитель, а после интересуются у первого ученика, откуда у него взялся синяк? Он говорит, упал. После она спрашивает второго ученика, откуда у него взялся синяк? а он тоже упал. Не будь Волт свояком Хэнка, я бы на месте Хэнка начал подозревать, что Дэда избыл Волт, или что нанял каких-нибудь спортиков, которые сделали все за него. И понятно, почему она хочет, чтобы Рак Уолта вернулся. Она его боится. Не, это так, рабочая версия, это ничего не доказывает, но все же показывает, что Волт изменился в худшую сторону. В эти же дни УБН следят за Майком Эрметраутером, который знает о их слежке, и даже оставляет им послание. После этого, Майк со своим адвокатом приходит в УБН к Хэнку и показывает запрет на слежку за Майком, который будет действовать, ну, максимум сутки. Зачем этот запрет ему вообще нужен? Ну, следят за ним, ну и что? По сути, если ему вскрывать нечего, то и бояться слежки не стоит. На следующий день Хэнк получает ордер на обыск Майка, но УБН ничего не находит. И вот теперь можно предположить, что пока за ним следят, он не может избавиться от улик. Но после того, как за ним сняли слежку, из-за запрета, он мог спокойно избавиться от всех улик. И теперь бесполезный запрет, который действует максимум сутки, играет большую роль. После неудачного обыска у Майка, начальник Хэнка запрещает его отделу тратить деньги с налогов на слежку за Майком, что опять-таки нам говорит о том, что Хэнк просто одержим этим делом, но почему-то он не хочет его расследовать как положено. Хэнк не хочет закрывать это дело, и тогда ему приходит мысль проследить за адвокатом девятерых заключенных, которые работали на Густава. Потому что как-то странно, что они все молчат, как будто им кто-то платит деньги, а еще у них у всех один адвокат. И слежка за ним дала свои плоды. У Бен удалось задержать того, кто носил 7 из задержанных деньги, а также были найдены банковские ячейки, через которые 7 из задержанных получали деньги за молчание. Этот адвокат соглашается сдать Майка, и УБен заставляет его позвонить ему. Во время звонка Майку он сообщает, что с деньгами что-то случилось. Он хочет срочно с ним встретиться и спрашивает, где сейчас находится Майк. Майк сообщает свое местонахождение, а после бесследно пропадает. На названном адресе полиция обнаруживает автомобиль, зарегистрированный на Майка Эрмен Траута. Но судя по тому, что Майк бывший коп, и до этого он уже множество раз сбрасывал УБН с хвоста, его пропажник кажется странной. Он просто мог догадаться, что УБН хотят его задержать, вот и скрылся. Наверное он также арестовывал преступников во время своей службы. После задержания адвоката, многие захотели договориться с УБН и сдать оставшихся на свободе. И в том числе, скорее всего, самого Хайзенбега за более выгодные условия. Но только вот Хэнк не захотел заключать сделку с такими условиями. Он хотел понизить требования задержанных. А на следующий день случилась череда убийств в тюрьмах, в которых все свидетели погибли. Этот случай говорит о том, что кто бы это ни был, но тот, кто это совершил, очень могущий ценен. И можно предположить, что это мог быть тот, кто убил Густава. Например, Гайзенберг. Но только не совсем понятно, почему они сначала платили деньги за молчание, а после сразу всех устранили. Вопрос в деньгах? Раньше денег не было на такую операцию, а сейчас появились? Но ведь они уже платили деньги задержанным, которые для Гайзенберга бесполезны. Если у них есть такие возможности, почему он их всех не устранил раньше? Зачем он платил им деньги, как будто они ему были нужны, а после задержания адвоката их сразу же устранили? Может быть, в верхушке той части, что откололась от Густава и устранила его, не могут найти общий язык? Ну, типа, один хотел сохранить ребят, а другой устранить. И после каких-то событий, тот, кто хотел сохранить ребят, утратил власть. А может быть, это даже был Майк. Но после того, как ему пришлось бежать, другая часть осколка империи Густава смогла беспрепятственно устранить свидетелей. Ну, или это мог быть не Майк, а кто-нибудь другой. Но теперь этот кто-то другой уже, скорее всего, мертв. А если посмотреть на доску расследований и вспомнить детали дела о голубом ***, то можно заметить, что сначала погиб Доминго, потом Тука, после целый на***к картель Дона Аладио, из которого был Тука, и сам Густаво Фринг, а также те, кто работали на него, его незаконной деятельности. И между ними всеми есть связь. Они все являются ниточками, за которые если потянуть, то можно выйти на Хайденбега. А еще не так много осталось в живых. Смерть Майка и Доминка не доказано, но они пропали, и какая разница, мертвы они или еще живы. Так или иначе, они все равно ничего не смогут рассказать, так как их невозможно найти. Опять-таки, сейчас я прорабатывал различные версии, как детектив, пытающийся раскрыть это дело. Ну, в общем, выполнял работу Хэнка за него. Все выводы были сделаны на основе известной Хэнку информации. Просто мы, как зрители, знаем больше, а Хэнк знает куда меньше нас. Но даже версии, сделанные на основе ограниченной информации, приближались максимально близко к действительному происходящему в сериале. Дальше Волт продолжает готовить *** с Тоддом на протяжении нескольких месяцев. После Скайлер просит Волта проехать с ним, и показывает ему деньги, которые он заработал. Увидев заработанные деньги, Волт решает завязать. Немного погодя на очередных посиделках в доме Уайтов, Хэнк отправляется в туалет, и находит там книгу, подаренную Волту Гейлом. И теперь можно считать, что Хэнк окончательно раскрыл дело о голубом ***. А через некоторое время, Хэнк, одержимый желанием посадить Волта, попадает в ловушку и погибает. Какой вывод? В целом, я не хотел сказать ничего плохого про этот сериал, а даже наоборот, мне этот сериал очень понравился. Во все тяжкие, это один из лучших сериалов, которые я когда-либо смотрел. В этом сериале мне понравилось три персонажа. Это Сол Гудман, Майк Эрментраут и Хэнк Шварц. И мне очень жаль, что Хэнк погиб. Я считаю, что Хэнк мог раскрыть Уолта намного раньше, и я привел все аргументы в пользу этого заявления. Я знаю, что сценаристы специально сделали Хэнка таким, но есть некоторые моменты, которые я считаю, что получились странными. Во-первых, раз Хэнк такой профессионал и может раскрыть дело лишь только по одной рекламной листовке, то почему тогда он вообще не подозревал Уолта? Я считаю, что либо Хэнк должен был выйти на Густава по каким-нибудь более весомым уликам, а не по рекламной листовке из ресторана, либо раз он такой проницательный, он должен был начать подозревать Уолта намного раньше, после случая стука. Но на протяжении всего сериала, либо просто единожды, он проследил бы за Уолтом, но Уолту бы повезло, и Хэнк ничего подозрительного не заметил бы, и вычеркнул бы из списка подозреваемых. Ну, типа я его бы проверил, и хотя есть некоторые моменты, указывающие на него, это лишь совпадение, он чист. Тогда бы у меня вообще никаких вопросов не возникало бы. Во-вторых, почему Хэнк так глупо попался в ловушку? Он же все-таки коп. Он дослужился до начальника отдела УБН, что говорит о его опыте. Почему он поехал к Уолту только вдвоем с Гоми? Ведь Уолт это Гайзенберг. Гайзенберг, который устранил целую империю Густава. Гайзенберг, который способен одновременно в нескольких тюрмах устранить свидетелей. Гайзенберг, который поставлял свой товар в Соединенные Штаты. И исходя из этого, у него были люди, которые работают на него. И в-третьих, я не совсем понял момент, где Уолт договорился с типом, который подделывал голубой мед. И Майку заплатил 5 миллионов за то, что он будет распространять товар Гайзенбега за 30% от прибыли. А потом Уолт начинает работать с Лидией. А как же этот тип? Они же вроде договорились с ним. Раз он заплатил Майку. Изначально он хотел выкупить весь Метиламин, чтобы голубой товар пропал с улиц. Но потом Уолт договорился с ним о распространении своего товара. А после его товар вроде как начинает распространять Лидия. И получается, что этот тип заплатил Майку 5 миллионов просто так? Ведь Метиламин он за эти деньги не получил. Метиламин Уолт спрятал, чтобы из него потом готовить свой товар с Тоддом. И товар он тоже не распространяет, так как Уолт договорился с Лидией о поставках в Чешскую Республику. Товара Уолт готовит не так много, даже меньше, чем в лаборатории Густава, чтобы поставлять его сразу и Лидии и тому типу. Мне кажется, этот тип остался с носом. Но почему он не пришел тогда к Уолтеру, чтобы выяснить, почему он его кинул? Может быть я чего-то не понял, но для меня эта ситуация выглядит именно... Ну а на этом я завершаю свой видеоролик. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. В дальнейшем на моем канале будет выходить еще больше подобных видео. А с вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok